Очень знаково получается то, что мы проводим данный небольшой семинар мероприятий в рамках выставки профессиональной, которая проходит ежегодно и вносит весомый вклад в развитие отрасли нефтегаза и, соответственно, нефтегазового оборудования и машиностроения. Как вы все знаете, у нас в последнее время произошло ряд событий федерального масштаба. В масштабе нашей страны у нас появился новый регион в структуре нашей федерации и в соответствии со всеми международными событиями и давно назревшими уже российскими реалиями мы занимаемся большой программой по импортозамещению. У нас идет достаточно большой объем работы в рамках президентской комиссии по ТЭКу по импортозамещению. Потом нашим министерством создан научно-технический совет по нефтегазовому оборудованию, куда входят большинство представителей как заказчиков, так и производителей оборудования. Одним из шагов, которые мы решили предпринять сегодня, является ознакомить потребителей нефтегазового оборудования и продукции нефтегазового машиностроения с теми возможностями, которые есть в нашем новом, вновь присоединившемся регионе, в частности на Крымском полуострове. Значит, у нас сегодня присутствует ряд компаний здесь в виде собственников и руководителей предприятий. На некоторых предприятиях был я, были мои сотрудники. То, что мы увидели, нас не поразило, но удивило в достаточно хорошей степени, потому что оснащенности и производственные мощности основных средств данных предприятий достаточно сильны. Они готовы к благотворной работе, постоянной работе. Единственное, что им не хватает сейчас, это поддержки и обеспеченности заказами со стороны вас, как потребителей. Поэтому мы и проводим данные предприятия, чтобы собственники и руководители производственных предприятий могли ознакомить вас со своей продукцией, с тем качеством и с тем сортаментом, который они производят. Понятно, что мы всячески будем поддерживать их, всячески будем поддерживать и рекомендовать вам каким-то образом заключать с ними договора и работать. Но всё, естественно, на рыночных условиях с учётом их конкурентоспособности на рынке. Насколько я понимаю, данный показатель соблюдается, и компания конкурентоспособна. Поэтому у меня предложение по регламенту сделать небольшие вступления, доклады со стороны предприятий-изготовителей оборудования и дальше в каком-то формате диалога и дискуссии услышать ваше мнение, ваши вопросы, предложения и рекомендации. Если нет возражений, предлагаю начать. У нас по регламенту, насколько я понимаю, Альберт Георгиевич, первое слово. Это компания «Селма». Тогда, Альберт Георгиевич, прошу у вас вступительное слово, только, пожалуйста, кратко, если можно. Спасибо. Да, буквально три минуты. А микрофон может быть? Не надо, я буду громко говорить. Завод «Селма», Крым, Симферополь. Прошло уже много времени с того момента, когда мы обратились и в Минпромторг России, и на предприятия нефтегазового комплекса, позиционируя себя как производитель импортозамещающего оборудования. Конечно же, полностью правильно было сказано только на рыночных условиях. И теперь всё уже понятно. Вот на сегодняшний день всё мне лично понятно. Я хочу вам сейчас предложить тот или сценарий, или регламент деятельности, которые вот единственные, по-моему, сейчас правильные. Итак, значит, у нас есть импортозамещающее оборудование. Хорошее оно, плохое решать не нам, вам. Поэтому мы написали вот в адрес всех руководителей предприятий, в том числе и Минпромтор, мы написали письмо и просим у вас только одного. Раз мы импортозамещающее оборудование производим и позиционируем его как не хуже, чем американское оборудование, по четырём параметрам, пожалуйста, первое, назначьте время, когда мы к вам приедем и проведём семинар у вас о нашем оборудовании, привезём его с собой, первый этап. Второе, мы дадим вам это оборудование на испытание вашей подрядной организации, куда вы скажете. Пожалуйста. Третье, мы представим вам ценовую политику и условия. А вот после того, когда вы четыре параметра оцените, качество, цена, условия поставки оплаты, и четвёртое, это дальнейшее техническое обслуживание, вот по этим четырём параметрам, будьте добры, пожалуйста, сделать в адрес, например, я предлагаю Минпромторга, который выступить должен здесь арбитром, правильно или неправильно, и нам то же самое. Если наше оборудование хуже, берите американское, вопросов нет. Если оно дороже, конечно, если оно некачественнее, если условия оплаты хуже, чем у американского, то, естественно, вопросов нет. Но Крым-то сейчас уже Россия, поэтому это импортозамещающая. Поэтому вот такой план я предлагаю именно сделать. Тогда это сдвинется с мёртвой точки. Вот только так, чтобы вы оценили наше оборудование. Нас отфутболивают, реально. Мы лезем к вам, в ваше предприятие, нефтегазовый комплекс, и говорим, ради бога, выслушайте нас, посмотрите наше оборудование, оцените его, возьмите на испытание. А кто вы? Селмы, Крым, Симферополь. А, это Украина была. Ну да, понятно. Так мы всю жизнь американской берём. Реально. Сейчас так. Поэтому вот по четырём параметрам, всё, доклад я закончил, вот такой регламент я предоставляю. И я прошу вас, я вот сейчас каждому, когда останемся, наверное, не сразу, мы предлагаем, вот здесь сроки показали, и в том числе руководству Минпронторга мы тоже дадим. Вот, например, Роснефть, мы предлагаем, чтобы мы приехали или вас пригласили. Сами приедем, давайте мы вам сделаем презентацию, потом дадим вам своё оборудование на испытание. Но так, чтобы не было, как вот вчерашний разговор был, в двух словах, всё нормально, всё хорошо, только давайте в декабре это сделаем. Нет, не в декабре. Мы хотим, чтобы вы, если отказали нам, то сейчас по каким-то параметрам, пусть это будет июль, пусть это будет июнь месяц, но сейчас у нас завод выпускает продукцию. Нет, Альберт Георгиевич, я прошу прощения, у меня небольшой комментарий. Всё-таки все предприятия-заказчики живут в рамках своей производственной программы и в рамках сформированных уже процедур закупочных и так далее. Это будет их, скажем так, и добрая воля, и прислушивание к нашей рекомендации, если они так сделают. У меня просьба в другом. Вы в двух словах скажите, что производите, какая выручка, какая доля в рынке. А можно в это? Я тоже представляю Симферопольский электромашзавод, фамилия Майор Батинский, зовут Дмитрий Николаевич. Я член наблюдательного совета, отвечающий за техническое развитие завода. Можно презентацию? Заводу скоро будет 70 лет. Завод не имеет морального старения даже. Входит в группу компаний ИТС, фактически собственники этого завода, исторически с 1998 года россияне. Теперь мы объединились. Рынок нам знаком. Мы входим во многие реестры. В реестры транснефти, оборудование сварочного, в реестры Газпрома. Другие нефтяные компании нам менее знакомы, и мы менее знакомы. Но в группе компаний работает тысяча человек. У нас два завода, один в Симферополе, другой в Калининграде. Симферопольский завод специализируется на производстве сварочного оборудования и сварочной автоматизации. Калининградский завод в настоящее время проходит переходный период. По немецкой лицензии начинает делать специальные сварочные материалы, в том числе и для нефтегазового комплекса. То есть они есть в реестре Газпрома, и в течение нескольких месяцев они входят в реестр транснефти. Относительно того, что мы можем поддерживать нашу продукцию на территории всей Российской Федерации и даже в ближайшем зарубежье, подтверждает это кадр. Этот кадр показывает, где у нас расположены склады, сервисные центры, где мы можем оказать даже технологическую поддержку. Мы работаем в трубопроводном транспорте, в судостроении, в тяжелом мостостроении, в автопроме, мостостроении, меньше в авиакосмической промышленности, там меньше сварки. Наш базовый штаб-квартира находится в Петербурге, но мы будем говорить о Симферополе, потому что Симферополь изготавливает сварочное оборудование. В Петербурге разрабатывают технологии и обучают персонал, сварочные материалы разрабатывают и изготавливают в Калининграде. Таким образом мы предлагаем полный комплекс под ключ. Фактически мы учились этому у американцев. Они пришли на этот рынок с полным комплексом услуг, они продавали уже сваренный шов. Нам пришлось их догонять. Наверное, бессмысленно останавливаться на нашем широком спектре оборудования, которое выпускается в Симферополе. Я остановлюсь только на тех позициях, которые связаны с нефтегазовым комплексом, на которые мы возлагаем наши надежды. Чуть позже. В таблице за 2013 год доля рынка впервые на особо ответственных объектах, которые поднадзорны Ростехнадзору, мы уступили Линкольну. Но динамика за 10 лет мы до сих пор выпускаем больше оборудования и продаем, чем американцы. Но если посмотреть дальше, то доля российского производителя очень сильно падает. И, например, мы удерживаем свои позиции за счет того, что умирают остальные российские производители. Поэтому мы вправе говорить на этом совещании только об импортозамещении. Целью нашего обращения к вам это не поменять продукцию, которую делают в Чебоксарах или в Первоуральске на нашу. Наша задача рассматривать нас в качестве поставщика для аппаратов, которые сделаны за пределами Российской Федерации. Завод в Симферополе оснащен, как я уже говорил, очень хорошо. Это подтверждают и те делегации, которые приезжают. У нас штамповочное, гибочное оборудование, токарно-фрезерные автоматы. Оборудование достаточно новое. У нас очень хорошая лаборатория, которая позволяет проводить испытания нашего оборудования, например, на виброустойчивость, на пылезащищенность, на арктическую климатику. Мы перечисляем тут наши технологические возможности. Все это можно делать на сайте, увидеть на сайте. Одной из наших специфик является то, что мы можем оказывать консультационные услуги проектным организациям по проектированию цехов и участков. То есть эта услуга востребована на рынке, потому что приходит человек-заказчик и говорит, что уже цех построил, а с технологией мы еще не определились. Специфика такова, что Селма изготавливает очень интересные изделия. Например, это Ижорский завод. Донышко Нижнекамского реактора. Толщина 350 мм. Оборудование старое итальянское, навеско-симферопольское. Это, опять же, Уралхиммаш. Нагрев. Нагрев донышек. Это Ленинградский металлический завод. Нагрев Саяно-Шушенского рабочего колеса. Тоже оборудование. Мы делаем на экспорт трансформаторы для немецкой фирмы. Они поставляют их назад в Россию, потому что изготавливают полный комплекс услуг. Ну вот и пошли мы ближе к нефтегазу, потому что более 40% нашего оборота – это нефтегаз. Олексинский завод. Тяжпромарматура. Приварка переходных колец. Перед заводом есть выбор – либо сэкономить на инвестициях, либо и взять наше оборудование, либо поставить большой манипулятор, 100 тонн, потратить площади, деньги. Успешно работают порядка 20 установок, о которых я буду говорить позже. Это больше к железной дороге, наплавка, износостойкая. Но она же, в общем-то, применяется. И вот сейчас, на следующей неделе, наши люди поедут от нефти. Одно из предприятий запускает нашу установку по наплавке изношенных частей бурового оборудования. Также аналогичное оборудование принадлежит для приварки концевиков буров. И мы изготавливаем оборудование для сварки обсадной трубы. В Татнефти мы вели работу, но, как оказалось, это больше заинтересовало лукойл для морских проектов. Вот пример нашей работы. Конструкторское бюро в Петербурге. Челябинский трубопрокатный завод. Селма в качестве изготовителя всего железа. Это проект сварной отводы трубопроводов. Он был полностью с нами спроектирован, изготовлен и внедрена технология вплоть до обучения персонала. Это укропнение узлов компрессорных насосных станций, которые позволяют ускорить монтаж такого рода изделий, так как в заводских условиях это укропняется до заводского габарита. Сейчас мы работаем с рядом компаний очень известных над тем, чтобы создать такие мобильные заводы, чтобы укропнять это непосредственно настройки. Интересуется таким оборудованием стройгазконсалтинг. Соседи здесь леви, экс-выставочного центра. Идут кое-какие переговоры с Лукойлом и с Роснефтью. Если сможете поддержать. Очень интересный проект, потому что, с одной стороны, изготовитель такого рода отводов заводских увеличивает скорость, но транспортные расходы при этом вырастают. Создание мобильных заводов позволит и сэкономить на скорости монтажа, и на транспортных расходах в том числе. Это как строился этот завод. Мы активно работаем со многими предприятиями. На СЭЛМе мы изготовили многоэлектродный комплекс. Это лаборатория Челябинского трубопрокатного завода. Пример государственно-частного партнерства. Установка позволяет увеличить механические свойства сварного шва и производительность. Мы занимаемся автоматизацией. Это нефтяной порт в находке. С людьми, с которыми мы работали на этом проекте, мы работаем и в Сочи. Работали и в Сочи. Сейчас они переходят на другие объекты. Химашевское направление. На плавке. Я говорил о том, что на другом заводе выпускаются материалы. Но о чем мы хотели бы поговорить с представителями нефтегазовых компаний, это замена ручной дуговой сварки на автоматическую. У нас есть проект «Восход». Мы приобрели лицензию английской компании. На сегодняшний день выпускаем головки для сварки неповоротных стыков трубопроводов от диаметра 159 до бесконечности, скажем так, до прямой. Это нефтяные резервуары. Причем мы с уверенностью можем сказать, что на нефтяных резервуарах толщиной до 14 мм мы обгоняем технологию электрогазовой сварки. Электрогазвелдинг или Вега-технологи. Это наших конкурентов. Готовы приехать продемонстрировать. Очень интересный проект, потому что оператора этой машины называют «Рап-лампы». Он умеет на ней работать, и он никуда не уходит из вашей компании, в другую организацию, где нет такой установки. То есть он умеет пользоваться этой машиной. Сам он не сварщик. За три недели мы готовим человека, который выполняет качество швов с точностью 98% годного. В Петербурге работает школа. Сейчас мы будем переводить этот центр в Симферополь, потому что это стало России. Там есть свободные площади. Там много людей, желающих найти работу и работать вахтовым методом. И этот аспект мы готовы обсуждать с представителями компаний, которые находятся здесь. То есть несколько миллионов живущих, из них несколько тысяч, мечтают работать на этих машинах в России. Жрать в Симферополе нечего. А сезон закончится, а жрать будет вообще нечего. То есть ситуация очень серьезная. То есть если вы ищете кадровые ресурсы, пожалуйста. Сварка может осуществляться в разных пространственных положениях, различных толщин. Вот это 75 миллиметров нержавеющая сталь. Приглашаем посетить наш сайт. Там четко отражено, что мы делаем любую работу от обучения персонала, от проектирования стандартного оборудования нестандартного, оснастки, обучаем персонал, разрабатываем, аттестовываем технологии, проектируем цеха. Доля нашего рынка очень велика, но хвастаться нечем, потому что наш завод попал в очень тяжелое положение. Я думаю, что мы, скажем так, вынуждены будем остановить производство с 1 июля. По заказчикам это не ударит, потому что мы работали на склад, пока выясняли отношения в Киеве. И если кто-то придет на помощь к нам уже в этом году, мы будем благодарны. Если нет, будем выкручиваться, конечно, за счет собственных резервов, но это будет для коллектива очень болезненно. Приглашаем к себе в Симферополь, приглашаем к себе в Петербург. Готовы приехать к вам, как говорил Альберт Георгиевич. Нам есть что показать. Спасибо. Спасибо большое. Предлагаю следующее выступление. Директор завода «Молот». В первую очередь я хочу выразить признательность Министерству промышленности и торговли и лично Сергею Анатольевичу за поддержку Крыма, Севастополя и за проведение этого семинара. Мы вернулись в пятницу только с судостроительной выставки и не успели подготовить презентацию конкретно для нефтяной промышленности, поэтому буду докладывать голосом. Нас долго не было дома, целых 23 года. Мы рады, что вернулись. Политическое и юридическое присоединение Крыма произошло по воле крымчан и России. Сейчас происходит самое главное – экономическое присоединение. Россия из телевизора превращается для нас в реальную страну, в которой мы начинаем жить и работать. Работа, зарплата – вещи не менее важны, чем политические взгляды и убеждения. Завод «Молот» основан в 1924 году и в апреле этого года отметил свое 90-летие. Он является одним из старейших производителей насосов и погружных двигателей, качество которых проверено временем и подтверждено не только отечественными, но и многими зарубежными потребителями. На сегодняшний день завод выпускает большую гамму типоразмеров погруженных насосных агрегатов и судовых насосов и предлагает долгосрочное сотрудничество по изготовлению и сервисному обслуживанию. Завод сертифицирован по системе ИСО-9001 и системе военного регистра Российской Федерации. Преимуществами работы с нашим заводом являются увеличенные гарантийные сроки на работу всех агрегатов, поставка оборудования с ЗИПом на трехлетнюю эксплуатацию, минимальные цены, сроки изготовления и поставки, быстрое и прямое реагирование на необходимость поставки ЗИПа или ремонта, гибкая ценовая политика производителя, возможность начала изготовления оборудования по соглашениям о намерениях закупки на период до трех лет вперед и его поставка по заранее согласованным срокам. Морские насосы серии НЦВ и погружные насосные агрегаты ЭЦВ, ХТРГ и ФПЭН применяются на судах нефти и газодобывающих платформах в качестве охлаждающих насосов в системах пожаротушения и для других нужд. Насосные агрегаты УЭЦПК применяются для поддержания внутрипластового давления. Как правило, насосы ЭЦПК и двигатели к ним для заказчика нагнетательной скважины промысловых источных вод изготавливались по раздельности. Двигатели на Урале, насосы в Бердянске, Украина. Такая ситуация не могла не вызывать многих ненужных сложностей у заказчиков, а именно безответственность за работу агрегата в целом. Производитель насоса кивает на двигатель, производитель двигателя кивает на насос. Трудоемкость и порой непредсказуемая по срокам работа с таможенными органами при поставке импортного оборудования. И, наконец, глупые нестыковки присоединительных размеров одного, второго и третьего производителя. Наш завод изготавливает самостоятельно насосы и двигатели и несет полную ответственность за работу агрегатов УЭЦПК в целом. По сравнению с аналогичными агрегатами других производителей, высокие технико-экономические показатели и повышение надежности эксплуатации агрегатов производства молот обеспечивается в первую очередь за счет конструктивных особенностей. Корпусные детали и рабочие органы агрегатов, работающих в агрессивных средах, изготовлены из специальной бронзы или нержавеющей стали, а крепеж из коррозионной стойкой стали, что обеспечивает долговечность работы. При необходимости возможен подбор специальных марок материалов для работы агрегата в особых условиях. В насосных агрегатах используются графитовторопластовые или резиднометаллические радиальные подшипники в зависимости от свойств перекачиваемой среды. В двигателе и насосной части применены самоустанавливающиеся сегментные упорные подшипники из графитовторопласта, что повышает надежность работы агрегатов. Водозаполненные электродвигатели герметичны. Установленное на балу ротора торцовое уплотнение позволяет исключить контакт агрессивной внешней среды с пакетом статора ротора и обмоткой, что значительно увеличивает срок эксплуатации электродвигателя. Меднозаполненный ротор выполнен наборным из электротехнической стали, что обеспечит уменьшение магнитных потерь, улучшение пусковых характеристик и увеличение КПД двигателя. Применяется импортный обоночный провод с усиленной изоляцией, что также повышает надежность работы двигателя. Улучшена схема охлаждения двигателя. В движках мощностью от 250 кВт и выше применена система принудительной циркуляции жидкости. При установке агрегата скважину большого диаметра предусмотрено применение охлаждающего кожуха для обеспечения нормального режима охлаждения двигателя. В этом году начато освоение серийного производства инновационного роторно-вихревого нефтепромыслового насосного оборудования совместно с конструкторскими бюро группы компаний роторно-вихревые машины. Нарастание объемов добычи трудноизвлекаемых ресурсов существенно опережает развитие применяемых технологий. Очевидно, что требуется изменение устоявшихся взглядов на конструктивные свойства и эксплуатационные качества нефтедобывающего оборудования и внедрение принципиально новых технико-технологических решений. Для внедрения на малодебетном осложненном фонде новое оборудование должно обладать наработками на отказ не меньшими, чем у традиционных способов добычи в аналогичных условиях, высокой адаптационной способностью к изменению условий добычи, ценой, обеспечивающей приемлемую окупаемость инноваций. Принципиально новым нефтеправословным оборудованием, разработанным КБ группы компаний роторно-вихревые машины являются роторно-вихревые насосы и насосные технологические комплексы. Роторно-вихревое насосное оборудование обладает уникальными техническими эксплуатационными характеристиками. Предназначено для модернизации систем механизированного подъема промыслового сбора и транспорта многофазной пластовой продукции в условиях осложненной добычи на малодебетном фонде. Эффективно решает актуальные технологические проблемы и не имеет аналогов за рубежами России. Опытная промышленная апробация роторно-вихревого оборудования подтвердила целесообразность его широкого применения и промышленного внедрения. Заводские промышленные испытания, а также промышленная апробация нефтеправослового оборудования в 2006-2012 годах в России и Казахстане показала, что это оборудование имеет широкие перспективы для применения в ведущих технологических блоках добычи нефти. Общий выпуск этого оборудования для промышленных испытаний составил на сегодняшний день порядка 700 единиц, в том числе 115 нефтепромысловых насосов, насосных агрегатов, установок и станции. Главным результатом стало подтверждение проектных показателей конструкционной надежности погружного роторно-вихревых насосов 2РВНМ, в том числе ресурсы безотказной работы, которые более чем в 2 раза превысил показатели центробежных насосов. Что касается эксплуатационной надежности погружных роторно-вихревых насосов… Сергей Иванович, я прошу прощения, что перебиваю, просто вы уже чуть-чуть так достаточно глубоко в технику ушли. Давайте, если можно, не технического рода совещание, вы просто еще раз акцентируйте внимание, какое место вы занимаете на рынке, кто ваши конкуренты, кто ваши основные заказчики. И дальше приступим лучше в формате дискуссии, если технические вопросы будут, мы их уточним. По насосным агрегатам УЦПК заказчики являются практически все нефтедобывающие компании. По конкурентам насосные части производились в городе Бердянск, Украина, а двигатели на Урале, Урал-Гидромаш. Поэтому мы, производя и насос, и двигатель, отвечаем за весь агрегат, и цены наши меньше, и по сравнению с Бердянском, это уже импертозамещение. По насосам НЦВ судовым, которые применяются на нефтегазодобывающих платформах, конкуренты – это Щелковский завод ЭНА, завод лопастных гидравлических машин ЛГМ Москва. Сроки изготовления у нас до 6 месяцев, у московского завода 8-9 месяцев, ну и цена. Цена у нас объективно ниже за счет уровня заработной платы и за счет пользования материалами с материковой части Украины. По роторно-вихревым машинам мы начали в этом году сотрудничать с конструкторским бюро. Это инновационное оборудование, готовое поставлять на опытную эксплуатацию. Такие вещи, как уменьшение энергоемкости насосов на 15-20%, уменьшение габаритов насосных частей в 2-3 раза и увеличение срока эксплуатации в 1,5-2 раза говорят о том, что это новое поколение, насосное для нефтегазодобывающей промышленности, и оно требует пристального внимания, апробации и подтверждения на практике для того, чтобы заменить старое устаревшее оборудование. Мы находимся в Севастополе, сейчас происходит у нас обновление станочного парка. Мы реализуем проект Индустриального центра промышленных инноваций, который предусматривает установку самого самовременного инновационного оборудования по практически всем видам технологий, применяемых в машиностроении. Это литье, это работа с РТИ, это работа с пластмассой, это любая штамповка, любая мехопроботка металлов. Реализация данного проекта позволит нам осваивать продукции, данные компаниями по программе импортозамещения, в кратчайшие сроки, 6-8 месяцев. В любое время ждем вас в Севастополе, в любое время готовы приехать к вам на конкретные переговоры, дать оборудование на эксплуатацию. Добро пожаловать в Севастополь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Предлагаю, Яна Альбертовна, ваше слово, ваше выступление. Добрый день, коллеги. Я, наверное, несколько слов скажу о нашей организации. Мы не производственное предприятие, я представляю здесь Ассоциацию производителей оборудования, новой технологии, газовой отрасли. Ассоциация создана в 2012 году при поддержке Открытого акционерного общества «Газпром». Руководство Ассоциации, члены правления, это члены правления «Газпрома», руководители производственных департаментов. Наблюдательный совет нашей Ассоциации возглавляет Виктор Алексеевич Зубков. Я представляю здесь исполнительную дирекцию Ассоциации, являюсь заместителем исполнительного директора. Несколько слов о составе наших членов. Сейчас у нас более 80 крупнейших промышленных производственных предприятий. В основном это поставщики «Газпрома», и большинство из них сегодня на выставке тоже присутствуют. Наша основная цель и работа заключается в координации деятельности предприятий по реализации инновационных проектов, в том числе по унификации оборудования. Один из примеров развития кооперационных связей внутри Ассоциации – это разработка и создание унифицированного газоперекачивающего агрегата мощностью 16 мегаватт. Работа была сделана за два года, были объединены усилия различных участников, зачастую конкурентов на рынке – это Рэпхолдинг, это ОДК, это Искра, Вегас. То есть мы сумели найти компромиссы в интересах «Газпрома», разработать такое оборудование, которое позволит сократить капитальные затраты общества, сократить время на проектирование. По существу вопроса по развитию сотрудничества с крымскими коллегами, с крымскими предприятиями, на мой взгляд, мы могли бы пойти по следующему пути. Во-первых, рассмотреть вопрос вступления предприятий Крымского федерального округа в нашу ассоциацию. И второй момент, вот коллега из СЭЛМа говорил, что уже опыт кооперации с Алексиным есть, Алексинский завод «Тяжпромарматуры» – это тоже наши члены. И я думаю, что мы могли бы содействовать также в развитии кооперации с нашими предприятиями, с предприятиями ассоциации. Каким образом? Мы проводим выездные совещания, проводим визиты, то есть мы могли бы организовать, я так думаю, ознакомительную, какую-то деловую миссию, ознакомительную поездку в Крым для членов ассоциации, тем, кому это будет интересно. Такой вопрос мы, в принципе, прорабатываем. Единственное, что по срокам, это не раньше. Вот вы говорили, что вам нужны ответы, да, там в июне-июле, это нереально, я сразу оговорюсь, да, это сентябрь в лучшем случае, да, потому что, ну, вопрос требует такой достаточно серьезной проработки. У нас опыт организации такого плана совещания имеется, вот у нас готовится в Самару, на Самару-Волгомаш визит, на Алексин будет выездное совещание как раз в июне, да. Куда мы приглашаем не только членов ассоциации, едут трансгазы, едут добычные предприятия, то есть чтобы они могли познакомиться, посмотреть, что вы себя представляете, да, пощупать, увидеть. То есть, ну, вот... Ну, да, конечно, мы могли бы привезти, приехать, посмотреть, своими глазами увидеть, что это и как это. То есть, ну, вот, вкратце, собственно говоря, все. Спасибо большое. Сейчас предлагаю слово представителю Роснефти, Алексею Юрьевичу. Да, добрый день, коллеги. Рад вас поприветствовать. Да, к сожалению, времени у нас было мало, поэтому какую-либо презентацию мы не смогли подготовить. Ну, коротко о закупках, которые проводит Роснефть. Соответственно, Роснефть открытая компания с января 2013 года начала работать в рамках 223-го федерального закона. Поэтому все закупки, которые проводятся в Роснефти, вся информация о них и планы закупок размещаются на официальном сайте нашей компании и на официальном сайте, предназначенном для регистрации этих закупок. Все закупки, проводимые в компании, осуществляются или централизованно на уровне центрального аппарата компании Роснефть, или в дочерних обществах. Тем не менее, вся информация размещается на вышеуказанных сайтах, как я и сказал. Соответственно, для того, чтобы принимать участие в закупках, потенциальный поставщик должен соответствовать минимальным требованиям аккредитации. Вся эта информация также размещается на сайте нашей компании. Там приведена подробная инструкция, перечень документов и контактные телефоны, обратившись по которым, вы сможете получить ответы на все интересующиеся ваши вопросы. Будем рады видеть предприятие компаний Крыма в числе наших поставщиков. Своей стороны готовы приложить усилия с тем, чтобы оперативно рассмотреть документы в случае их предоставления на аккредитацию. Тем не менее, отсутствие аккредитации не ограничивает возможность на текущий момент принять участие в тех закупках, которые уже размещены. В таком случае компания ознакомляется с перечнем продукции, которая необходима для компании, и подает документы на аккредитацию в составе своей заявки. Соответственно, 100% участников, представившихся в своем документе, будут рассмотрены. Каких-либо ограничений по допуску к закупкам Роснефти на сегодняшний день ни для предприятий Крыма, ни для предприятий Гридии, соответственно, регионов, стран СНГ на сегодняшний день ни в компании Роснефти нет. Это абсолютно единый подход ко всем участникам, единые требования. Главное, чтобы поставляемая продукция отвечала техническим требованиям компании Роснефти и соответствовала по качеству и надежности. Наши компании придерживаются основных принципов, которых, я думаю, придерживаются и все остальные крупные компании. Это информационная открытость закупок. Хотел бы еще добавить, что у нас есть в составе группы компаний Роснефть, компания, которая не подпадает под действие 223-х закона. Несмотря на это, вся информация о закупках этих компаний также размещается на сайте компании Роснефти. Следующий принцип – это равноправие участников закупки, соответственно, отсутствие дискриминации, необоснованных ограничений. Компании действует горячая линия вопросов от участников закупки, на которые они могут направлять свои претензии, они будут рассмотрены и представлена обратная связь. Соблюдение требований законодательства, целевое экономическое эффективное расходование денежных средств нашей компании и плановость закупок. Соответственно, еще раз повторюсь, будем рады видеть компании Крыма в числе наших поставщиков. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, направляйте в адрес нашей компании. По необходимости предоставим разъяснение, организуем встречи, если это будет необходимо. В принципе, у меня все. Есть какие-то вопросы? Большое спасибо. Я просто еще раз обращу внимание на то, что у нас предприятия, которые находятся в Крыму, они еще не все перешли даже в юрисдикцию российскую. Поэтому вопрос, например, тех же самых референций, квалификаций и так далее, он достаточно остро стоит. Технические характеристики могут соответствовать заявленным требованиям, а юридические требования пока могут быть не соблюдены до конца. Пример Селма, наоборот, он положительный. У них есть российское юридическое лицо, а пример других заводов, они-то все в процессе перерегистрации идут. Мы этим занимаемся, Министерство по делам Крыма занимается, все другие органы. Но нужно принимать во внимание обязательно этот факт. У нас, еще раз повторю, каких-либо ограничений для предприятий, которые не являются, соответственно, предприятиями Российской Федерации, таких ограничений нет на сегодня. Если говорить об импортозамещении, то на сегодняшний день у нас довольно-таки высокий процент закупки у российских производителей, это свыше 96%, ну, прошу прощения, 98%, если говорить про материально-технические ресурсы. Поэтому ограничений каких-либо на текущий момент для предприятий Крыма… Спасибо большое. Юрий Анатольевич, что-то добавите, если кратко только, пожалуйста. Достаточно слова, что-либо добавить. Хотелось бы обратиться к заказчикам. Процедурные вопросы и законодательная база, которая сформирована, не всегда позволяет оперативно, в каком-то деле, так, принять участие. Понимаете правильно, что в ряде договорных отношений для закупочных деятельностей у вас прописаны технические параметры конкретного производителя. И вновь появляющимся игроку на рынке в те сроки, которые необходимо подать в проектный ТКП, так называемый, решиться достаточно сложно. Вот здесь, может быть, рассмотреть возможность нивелирования и выхода данных предприятий на ваши проектные институты. Потому что из практики собственной жизни, к сожалению, приходится признать. Любое обращение в ведомственные проектные институты получаем вежливый отказ, что мы не имеем права работать с вами напрямую, без рекомендаций главной компании. Выходя на главную компанию, на процедурные вопросы, в рамках существующих положений, законодательство, пожалуйста, обращайтесь и идите. То есть вот здесь, получается, замкнутый круг. Хотелось бы более открытость с точки зрения того, чтобы можно было изначально уже работать с вашими проектными институтами, попадать в проекты, которые перспективы будут осматриваться. Предлагаю всем продолжить работу в рамках того основного мероприятия, на котором все здесь присутствуют, это нефтегазовые конференции, выставки. Большое спасибо за внимание. Надеемся на дальнейшую работу плодотворную.